привет дорогие друзья сегодня 8 декабря и не спешите крутить пальцем у виска а лучше досмотрите видео до конца посмотрите сколько хороших грибов вас ждет в лесу мороз и солнце день чудесный минус 5 градусов ночью было минус 10 счастливая корзинка при нас катя в трех курточках до в двух штанах я уже пуховичок пододел настало время поистине экстремальных грибалок торчат замороженные рядовочки серая и зеленушка здесь еще вот булго ручки сейчас проверим так техника дала сбой кадр один я не снял как мы срезали вернее пламывали они ножом ножек не берет дакать вот так вот до вчерашнего дня катюша очень скептически относилась к рядовочкам причем соленым а вчера попробовал с картошечкой какой ты вывод сделал очень вкусные грибочки очень вкусные грибочки я ее в этом поддерживают вот кто-то тут их просто по отламывал суммы такие уже но это еще нормально падалыш не брать не будет да пожалуйста отламывается идем же сейчас видимо не видимо идите сюда покажу молодой сосновничек сразу виднеются такие булго ручки а там рядовочки зеленые сразу не понять что это зеленые они почистить вот еще он там булочек повыше папа а это рядовочка серая пожалуйста я уже говорил еще раз повторюсь пришли как будто вот в морозильную камеру за продуктами типа они еще почищенные были ну так я хочу чтоб мед и ложку вот в этом молодом сосновничке а вот собственно то ради чего мы сюда с катюшей приехали хотим мы сегодня собрать гиграфорчик совсем замороженные и булго ручки также да серенький именно пятачок сереньких рядовочек и это возможно плесень которая погибла в мороз не чувствую уже своих кончиков пальцев какая-то рядовочка а вот это точно зеленая рядовочка посмотрите они как будто каменные стали даже я бы сказал металлические там чего не могу обломать вот это да получилось только достать лишь вот так даже песок этот уже не отколупать дома водички оттает из-за такого мороза я конечно не обещаю вам долгой съемки на природе но вообще в лесу очень красиво тихо спокойно конкурентов 0 только мы друг у друга что не может не радовать смотрите еще одна представительница зеленых рядовочек зеленушек даже вот у основания блестят кристаллы льда видно эту часть с усилием немалым отламываем и пожалуйста готовый для кардинели грибочек чуть-чуть встречались между все эти колючки сейчас настолько замороженные иголочки они как как колючки да даже через перчатки прокалывают очень сильно пальцы такие вот да солнышко придает праздничное настроение но когда дует ветер ощущение на минус 40 некоторые спрашивают куда мы деваем грибы но я вам скажу вот эти рядовочки имеют такое свойство при отваривании многократно уменьшаться вы наверно сами знаете об этом и вот допустим почти полная корзинка отваришь а там получается литровая баночка всего-навсего грибочков а литровая баночка скажу я вам уходит за пару присестов да кать вчера катюша была на работе я приготовил картошечку пол баночки увалил катюша пришла с работы и увалил остальную половину солим их горячим способом рецепт есть во вкладке сообщества на канале но я вам так словами просто расскажу сначала конечно нужно вымочить их ну ночь в прошлый раз они постояли в тазике с водой соленой а особое внимание хочу хочу сконцентрировать на шляпке когда рядовочка вылазит когда она еще сыренькая она может просто поглощать в себя этот песок верхний слой верхний слой снимается когда грибок полежит в воде он снимается ножом со скабли вот даже сейчас смотрите увидели верхний слой вот этот верхний слой зачастую и содержит песчинки которые так неприятно хрустят у нас на зубках нужного размера кусочки режем я обычно если большая шляпка надвое ее разрезаю ножку отдельно отрезаю в кастрюлю набираем воды на килограмм грибов 200 грамм воды я беру они еще свою воду отдают свою влагу воду на килограмм грибов еще сухих грибов до того как они напитали влаги две ложки соли столовых и варим до тех пор пока они не опустятся на дно варим с добавлением лаврового листа можно кинуть гвоздичку перец горошком черный еще неплохо туда пойдут семена укропа кто-то может быть любит тмин и когда грибочки уже опустились на дно мы берем шумовку все это в баночку погружаем между слоями я еще добавляю нарезанный чеснок потом нашим рассолом заливаем все до края баночки остыло оно и поставили себе в холодильник сказано на 30 суток 30-45 суток но я честно вам признаюсь пробовал сразу думаю гриб отваренный ничего не попробовать попробовал очень вкусно вы конечно выдерживаете а там смотрите сами кто-то нашел чей-то утерянный крестик с ладанкой и повесил на дерево может быть это знак что нам сегодня повезет и сразу такая удача из мха такие свежайшие зеленухи торчат красавица какие сапожки мы разуваемся разуваемся сапожки мы оставляем на улице разуваемся сапожки мы оставляем на улице разуваемся такие вот красавицы зеленые ну как можно такое оставить в лесу теперь уже не не круг не хрупкие а очень твердые и песок с них не сыпется здесь у нас рыжик вот не знаю насколько пригоден еще рыжик возьму дома посмотрю ничем не пахнет потому как рыжик заморожен сирушечка еле отломал ему этому грибочку ножку грязненькую которую я называю сапожок видите какой сапожок сапожок оставляем чистый грибочек забираю это мне не нравится лицом не вышло ищем покрасивше экземплярчики прошли мы наверное километр по смешанному лесу кроме рядовочек ничего не попадалось дальше я вижу чисто сосновый лес тешу себя надеждой что там будут все-таки гиграфоры гигрики зеленушек конечно здесь море никуда они не делись вот они стоят у нас ждут они не испорченные хорошие зеленушки посмотрите сами а вот кажется и удача да гиграфорчики они такие же как и остальные грибочки что мы сегодня собираем увариваются очень серьезно и чтобы именно естся надо собрать не один десяток это зеленушечка вот наконец-то семья гиграфорчиков они конечно выглядят уже уставшенькими но я думаю пищевой ценности своей они не утратили вот так они любят на опушечке будем знать катя если уж совсем тяжко станет можно пойти в лес и набрать еды даже зимой наковырять еды я бы сказал или наломать солнце свиты алены грея и не скажешь что зима уже так если не озвучивать и не показывать тебя в зимнем одеянии может показаться что раннее утро или летние до мне уже не до шуток ты как катя я тоже ветер как раз ага ну ты терпи приехала за грибом постоянно перебежками с катюшей охотимся на грибы сегодня постоянно попадаются нам участки смешанного леса и вот смешанном лесу ничего не попадается ничего не мы можем найти и ищем именно сосновые участки чисто сосновые вот наконец таки красивый участок и здесь сразу нас встречают серые рядовочки сразу здесь их уйма на одном местечке можно подлохватиться и никуда больше не ходить но это будет не интересно что касается зимнего опенка ламулины я здесь в этом лесу не встречал и вешенки тоже это куда-то нужно в другой лес ехать но будем искать вот прошло совсем немного времени а мы уже так богаты а еще и заливушки продолжают радовать катюшенька не перестает меня смешить говорит димочка по счастью мы дошли до того места где были в прошлый раз катя как ты это определила она мне говорит а там столбик зеленый стоит такой же как в прошлый раз я говорю да ну не может быть правда правда говорит вон он катюш а номер ты запомнила нет а какая разница еще и обижаются на меня чуя смеюсь не поймет до сих пор катюшенька весь лес в этих столбиках да ну что же это коричневее как думаешь масленок ты представляешь он конечно мы его брать уже не будем ну удивительно просто встретить почему мы его не нашли ну почему вообще он тут делает действительно в лесу удивительно что он тут встретился наглец я думаю масленок не менее удивлен вас здесь увидеть гриб пердун мы его называли в детстве на меня все споры помогли немного что ты говоришь говорю грибы не тогда растут когда тепло и влажно и дождь а начинают они расти тогда когда перепад температур вот допустим было жарко и резкое похолодание ну конечно же нужна влага для этого роста ну вот кто заставляет их расти перепад вон там вот в гуще видишь нет сейчас его палочкой раскопаем и он тут одинокий интересно палочкой ты его так просто не раскопаешь так возьми ух ты красавица да в шапочке шапочка даже более экстравагантная чем у Катерины Осадчей убираете она бы ей пошла кстати к лицу вот такая вот примершая это она кстати хорошо очищается хорошо да они вообще такие прям тверденькие приятно с ними работать убыть можно ха 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 если кидался да ну да увидела я какой-то грибочек сейчас посмотрим кто это ой это что белый что ли дима беляш уже под гуляш смотри белый но он уже пахнет неприятно я прям удивилась ладно трупик Катя их такой мороз белого найдет не я же не видел я то и побежал в яму смотреть надо было еще какой-то бугорок посмотрю кто тут а какой маленький а такой был перспективный бугорок зеленец идем же к машине друзья ибо прогулка должна быть удоволочку и не нужно себя превозмогать наконец-то виднеется автомобиль я вам скажу когда мы уже начали психовать что далеко зашли начали ускоряться и вдруг так разогрелись хорошо долгать может еще походим подходим уже подходим знаете надо его наверно каблуком отбивать сейчас покажем наш сегодняшний не с пустыми руками не с пустой корзинкой всем пока друзья до новых волнующих встреч которые мы все читаем и очень любим